Продажа долгов становится все более распространенной. Меня зовут Иван Жаботинский, я частный исполнитель исполнительного округа города Киева. В этом видео я вам расскажу, зачем продают долги, какая процедура продажи долга, кто может покупать и продавать долги и что при этом происходит в исполнительном производстве. Какой вообще смысл продавать долг на 100 гривен за 10. Причины для продажи долга могут быть самые разные, но самые распространенные это неспособность кредитора своими силами решить проблему, а также возвращение долга может быть слишком отложенного времени. Например, исполнитель не может найти активы у должника, либо он нашел, скажем, квартиру, но на эту квартиру распространяется мораторий, либо в ней зарегистрированы несовершеннолетние дети, что мешает принудительной реализации и так далее. И учитывая все эти обстоятельства взыскателю или кредитору, возможно будет интереснее получить 10 гривен сейчас по курсу 28, чем 100 гривен неизвестно когда. Переходим к процедуре. Продажа долга происходит путем заключения договора уступки права требования. Этот договор еще называют договор цессии. Этот договор заключается в той же форме, как и договор, на основании которого возник долг. Например, если банк продает долг по кредиту, то уступка права требования происходит путем заключения просто письменного договора. Если уступка происходит по договору ипотеки, то письменный договор необходимо еще удостоверить у нотариуса. Вместе с договором уступки первоначальный кредитор передает новому все документы, которые подтверждают возникновение задолженности. Как правило, уступка права требования происходит без согласия должника почему как правило в гражданском кодексе закреплено что замена кредитора в обязательстве происходит без согласия должника в случае если иное не предусмотрено договором или законом поскольку условия кредитного договора диктуются банком или финансовой компании конечно они не будут обязывать себя спрашивать разрешение у должника на уступку долга единственное что по закону должен сделать новый кредитор это уведомить должника о том что произошла уступка если это не будет сделано и при этом должник оплатит долг первоначальному кредитору то будет считаться что он выполнил свои обязательства и это уже будет проблема нового кредитора как он будет забирать деньги у первоначального если состоялась уступка и должник не уведомлен то это не влечет освобождение от оплаты долга теперь о том какие долги могут продаваться продавать и покупать можно практически любые долги. Их видов очень много. И к сделкам по продаже некоторых видов долгов могут выдвигаться особые требования. И среди этих сделок особое место занимают сделки по продаже кредитов. Это по своей природе достаточно сложные юридические договора. Они называются договора факторинга. В них содержатся элементы различных видов договоров кредита, уступки, купли-продажи и так далее. На мой взгляд, основное, что необходимо знать о договорах факторинга это то, что они могут заключаться с банком или финансовой компанией, которая имеет соответствующую лицензию лицензию на факторинг. Перечень финансовых компаний есть на сайте Национального банка Украины. Заходите, скачивайте файлик в формате Excel и проверяйте статус вашего нового кредитора. Ссылка на сайт Национального банка, где скачать этот файл в описании к этому видео. На практике часто встречаются ситуации, когда долги по кредитам уступаются не финансовым компаниям или банкам, а обычным компаниям, юридическим лицам, ну или физическим лицам предпринимателям. Если должник обжалует договор в суде, то такой договор, конечно же, будет признан незаконным и последствием станет возвращение долга от нового кредитора к первоначальному, не отмена долга. Практика показывает, что договора факторинга, которые заключаются с субъектом, который не имеет соответствующей лицензии, не так уж и часто обжалуются. Почему? Во-первых, не все должники в этом разбираются, а во-вторых, это не решает проблему по сути. Если должник обязан платить долг, то ему все равно, кому перечислять деньги, то ли банку, то ли третьему лицу. Но обжалование договора, то есть затяжка времени, это, наверное, тоже не самый плохой вариант развития событий для должника, если он не хочет ничего платить. Какие же изменения происходят при заключении договора об уступке права требования в рамках судебного процесса или в рамках исполнительного производства? Если уступка произошла до обращения кредитора в суд или во время судебного процесса, то исполнительный документ будет выдаваться уже на имя нового кредитора, я думаю, тут понятно. Но часто бывают ситуации, когда уступка права требования происходит после того, как уже суд выдал исполнительный документ, и по этому исполнительному документу уже открыто исполнительное производство. Если исполнительный документ выдавался судом, например, исполнительный лист или судебный приказ, и новый кредитор хочет стать стороной исполнительного производства, то ему необходимо обратиться в суд с заявлением о замене стороны исполнительного производства. Суд обязан назначить судебное заседание, вызвать должника, первоначального кредитора, нового кредитора и в судебном заседании принять решение, менять сторону исполнительного производства или нет. Явка на заседание не является обязательным. Для рассмотрения данного вопроса суду будет достаточно доказательств о том, что все участники были уведомлены. Процессуальный кодекс обязывает суд рассматривать такие вопросы в течение 10 дней, но на практике этот срок редко соблюдается. По результатам заседания суд принимает решение в форме определения, на украинском языке ухвала. И это решение является уже основанием для исполнителя для того, чтобы поменять сторону в исполнительном производстве. И еще один момент, который необходимо знать. На период, пока суд рассматривает вопрос о замене стороны, исполнитель обязан остановить исполнительное производство. Это тоже своего рода защита для нового кредитора, чтобы с момента заключения договора об уступке и до момента, когда все документы будут приведены в порядок, деньги не ушли к первоначальному кредитору. Некоторые предприимчивые должники пытаются использовать эту обязанность исполнителя, остановить исполнительное производство в свою пользу. Они подают в суд безосновательное заявление о замене стороны исполнительного производства, неважно, должника, взыскателя, и просят исполнителя остановить это производство. Но исполнители и суды уже научились этому противостоять. Спасибо, что посмотрели. Дальше будет еще много полезных видео. Скоро увидимся. Души.